Все эти свистла будут направлять на создание таких подобных центров. И помощь будет оказана, значит, в основном направлении, конечно, это как профилактика аборт, как в первую очередь, чтобы сохранить детей нерожденных. Ну и также семейное неблагополучие, то есть содержание семьи, задняя помощь материальной, он всегда упирается, как бы мы ни говорили, в материальные средства, чего оно порой не хватит. Поддерживаться патриархией, финансироваться. А в дальнейшем, для начала развития, в дальнейшем, что возможно, все равно найдутся спонсоры, потому что для доброго дела всегда найдутся люди, у кого есть доброе сердце. И они будут поддерживать в дальнейшем, ты благое начинали. Способ Бога благословения благословения. Благословен Бог наш, всегда мы не пристаем Тебе. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души сильный, и жизнь невестный, и цар исполняй сокровища благих, и жизни подателю прийти селисяны, и очистенный, от святки, от святки, от скверы, и спаси блаже души наши. Миром Господу помолимся. Господи помилуй, Господи помилуй. О, ежи представьте, делу всему и делателем ангела-хранителя, а ежи невидима, сами себе не могли животных, исту Богу пренадею. Тебе, Господи. Яку подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сынскому бухну не пристаем, а не при веков. Аминь. Бог, Господь, явися нам благословен гряды во имя Господне, исповедайтесь Бог, Господи, явися нам благословен гряды во имя Господне, Благословен гряды во имя Господне, Благословен гряды во имя Господне, Творче и Создателю всяческих, Благословен гряды во имя Господне, Творче и Создателю всяческих, Божье дело рук наших, К славе Твоей начинаемая, Твоим благословением спешной истрави, И нас со всякого зла из Божьих. Вон мем, премудрость, вон мем, прокимен глаз четвертый, Будет светлость Господа Бога нашего на нас и дела рук наших исправи, Будет светлость Господа Бога нашего на нас и дела рук наших исправи, И мудрость Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Во всех посмешной и всего благою Господи местных рабов Твоих, Здесь предстоящих, молящихся, поспешный спаси, И во благополучное совершение дела их, Спешно произвести себя благослови, Слави, молимся, все ноги по веку услыши помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благодаря Бога, не те, как и ставит делу всему, благоветели Господи, о еже, воскритите все препятствия видимых и невидимых врагов, поспеш за жертвы по всем. Ко благополучному совершену делающим сотворите, волимся, все предлаги и спаси услыши помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Бол podéis спасти нашу999 сем corre joint в каждом местеcenter никак не concel نoffs и великений веков. Иисус, Истинный Бог наш, молитвами для чистой Своей Матери, Ты славный, Христи, Кванье, Капосте, Божественница Нашего, Николая, Христиаска, Памильника, Творца, Преподобно Агапе, так и честно, что безместный начальник Святых Праведный Бога, Отец, Вяки, Мадный, Всех Святых, Твои Господи, Святый, 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 Настя, Кабла, Твое, Ходиный День. Иисус, Истинный Бог наш, молитвами для чистой Своей Матери, Боже, спаси Христе Божий, спаси Христе Божий На многое лето, на многое лето, на многое лето Присутствующих, администрации нашего города, кто пришел. Жители, нуждающиеся, сегодня пригласили у нас в семьи. Будут вручать монетарную помощь. Такие пакеты. Да, и генерические наборы. И всех приглашаю поучаствовать в добрых делах. Как раньше говорили, с миру по нитке, царю рубаху. Так вот я думаю, что... Ведь бывает так, что у нас часто остаются вещи, с которыми как-то нам и не хочется расстаться, просто выбросить их, да? И мы их порой перекладываем с места на место, или там где-то в мешках у нас в сумках хранятся. А когда их действительно можно употребить в добрые дела, да? Кому-нибудь пожертвовать, нуждающимся. Вот поэтому, чтобы это доброе дело не залеживалось, а его силу, чтобы нести сюда, и мы из ваших рук передадим добрые руки нуждающихся. Вот таким образом. Храни вас Бог. Дай Бог всем здравия и спасения души и радости жизни. Спасибо. Это очень важная составляющая в нашей жизни. И порой нам действительно не хватает. И вот открытие такого центра, это действительно очень хорошее начало, я думаю, положено для того, чтобы оказывать помощь людям, которые действительно не нуждаются. И порой действительно вот бывают такие ситуации, когда человеку некуда пойти и негде взять помощь. И вот ваша задача, она очень благая. И дай Бог, чтобы все это шло развивалось. И пусть ваши намерения будут как бы восполнены. И благотворители вам в вашем в этом деле. Дай Бог вам всего самого наилучшего. И от нас примите небольшой тоже такой сюрприз, подарок. Может быть, он кому-то понадобится. Хорошо. Хорошо. Мам. Спасибо. 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 Мне пахнет так. Я... Мне пахнет так. Я уже-яולed Вот та же мой Scholars have. Мо... Молодец. И моя новая. А... quiz I want to go. Как сам не можете? Нет так Да? А мокре its smell, Это вода с твоей пахнет. Сидоровы! Сидоровы! Мама возьмет, потому что это все тяжелое. Вот это у нас гигиенический набор. Здесь входит стиральный порошок детский, шампунь для душа, зубная паста, ну и другие средства для гигиены. А в продуктовый набор у нас входит тушенка, крупы, сахар, масло, чай. В общем, какой вот пакет весистый. Вы не уходите, пожалуйста, посмотрите у нас потом вещички и... Да, что из вещей может выберет семья. Не уходим, потом еще сюрприз ждет. Так, семья. Так, что у нас? Мария Васильева. Да, там тяжелый пакетик. Да, тяжелый пакетик. Мамочки не уходим, потом еще сюрприз, сладкий сюрприз ждет. Потом пакетики вам дадим, пока набираемся, что вам скажут. Покажем. Так, здесь. Субтитры делал DimaTorzok Я надеюсь, что открытие нашего центра, Новославного гуманитарного центра в нашем городе послужит таким добрым началом, чтобы люди научились сострадать, расстреливаться в добре. Это очень важно для души каждого христианина, ведь не всегда будет возможно действительно взять и помочь кому-то. Сейчас-то мы не стесняемся, наверное, что нам кажется, что может человек не нуждается. И часто бывает так, что душа, она как бы черствее. А здесь есть возможность, что мы призываем к этому, чтобы хоть чем-то мог человек помочь. Ассортимент в нужных вещах очень большой. У нас перечень даже. То, чем может, он может принести в наш гуманитарный центр. А нуждающий не всегда найдет. Поэтому я призываю всех оказать пассивную помощь. Пусть наши сердца раскрываются в добре. И тем самым мы поможем другим и спасем свои души. Мне кажется, сейчас самое подходящее время для открытия подобных учреждений, тем более учреждений, которые у нас находятся под опекой Русской Православной Церкви. Сейчас то самое время, когда церковь может оказать помощь таким незащищенным категориям, как матери-одиночки, многодетные мамочки. К нам в наш отдел, в отдел по церковной благотворительности и социальному служению Рюпинской епархии обращается очень много мамочек. Мамочек, у которых переживают кризисную ситуацию. Мамочек, которые стоят перед выбором, сохранять ли им ребеночка. И, конечно, мы долго думали, как помочь, чем помочь, потому что в конечном итоге все упирается в денежные ресурсы. Конечно, мы помогаем, оказываем поддержку, но нужно еще оказывать и какую-то материальную помощь. И мы решили принять участие в конкурсе, который был организован синодальным отделом. В конкурсе, конкурс заключался в том, чтобы приходом был написан проект гуманитарного центра. Мы взяли благословение у нашего владыки, преосвященничего Елисея, епископа Рюпинского-Наванинского, на написание проекта, на участие в этом конкурсе. И к нашей большой радости, по молитвам, мы этот конкурс выиграли, оказались в числе победителей. И вот у нас наш результат. Пока это первая ступенечка, она очень маленькая, но я надеюсь, что по молитвам мы найдем благотворителей, будет оказываться помощь, и мы будем расти. Помоги Господи! Как прекрасно, что в нашем городе открылся центр гуманитарной помощи, в котором вы можете получить необходимую для вас помощь материальную со стороны других людей, которые в наше трудное время тяжело получить. А с другой стороны, это возможность оказать своим ближним помощь. Давайте помогать друг другу, поддерживать друг друга. Спасибо. 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 Спасибо.